Эта часть эпопеи Кайп будет очень коротенькая. В ней я буду учить одного интересного русского поэта, его зовут Айдар Кусаинов, учить его читать собственные стихи, потому что, дамы и господа, это уже ну никуда не годится. Лет сто уже в России не умеют читать стихи, все время завывают или бубнят. И такое ощущение, что смысловое наполнение стихотворения вообще не несет никакой нагрузки на себе драматической. То есть слова не важны, а в стихах слова-то как раз важны. Интонации важны, правильные. Вот, значит, стихотворение состоит из 16 строк, оно без названия, 3 звездочки, что, конечно, есть свинство, потому что, ну, это 18 век, дамы и господа. Это было тогда романтично, часто просто глупо. Он написал 16 строк, вложил труд, время, энергию, талант, но потрудись еще немножко и напиши название, ну, что сложного такого, да? Далее, я тут поменял местами два четверостишие и некоторые строчки чуть изменил, чтобы мне лично было удобнее читать. Я, надеюсь, Хусаинов меня за это простит. Ни семьи, ни детей, только лишь упоительный труд. Ты живешь, как в машине с восторгом живет шестерня. Ничего ты не ждешь, и тебя никуда не зовут. И не вспомнит никто о тебе в белом шуме машинного дня. Только время летит, словно год это восемь минут. Ощутишь неприятный прилив новогодней тоски, потому что вчерашние дети его мимо идут. На глазах твоих стали лет десять назад старики. Этот мир, словно пробкой притертый, закрыт. Ты глядишь вечерами в окно уходящего дня. Не вздохнешь ни с того, ни с сего. Не заплачешь на взрыв. Слышит только лишь радостный виск приводного ремня. Пусть с тобой говорить, будто воду таскать решетом. Словно биться в стекло стыдной скорби от глупой судьбе. Кто-то должен лелеять тебя, несмотря ни на что. Кто-то должен ночами всю жизнь тосковать о тебе. Слышит. Тьфин.